Казань-экспресс больше не существует. Как маркетплейс переметнулся на сторону иностранных конкурентов? Рустам Другович Мениханов на своей странице в Инстаграме публиковал эту историю о том, что казанские ребята создали нечто подобное, Алиэкспрессу. В общежитии номер 3 вернулась горячая вода. Когда она появится в остальных зданиях студгородка, по линии отремонтирована трубопровода. Как защитить себя и своих близких? В университетской клинике продолжается вакцинация от коронавируса. По УПИТ-ситуации за последние 6 дней мы видим непрерывный рост заболеваемости и по итогам прошедшей 42-й недели показатель составил 172,1 на 100 тысяч населения, что еще на 13,5% выше, чем на неделе предыдущей. Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Алина Сафина. В целях недопущения дальнейшего распространения COVID-19 принято решение с 30 октября по 7 ноября перевести на дистанционную работу профессорско-преподавательский состав работников, имеющих хронические заболевания, сотрудников старше 65 лет, не прошедших полный курс вакцинации или не переболевших в течение последних 6 месяцев. Образовательные программы будут реализовываться в форме самостоятельной работы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Заказы с «Казань-экспресс» могут не дойти до адресата. Что станет с компанией после передачи контрольного пакета акций, расскажет эксперт Казанского университета. Сегодня многие совершают покупки в сети и тщательно подходят к выбору маркетплейса. Название «Казань-экспресс» прижилось в Татарстане как наш ответ зарубежным компаниям, и люди не готовы с ним расставаться. Если он поменяется на какую-то точку «Алиэкспресс» в Казани, то мы потеряем вот эту первую часть слова «Казань» и просто останется «Алиэкспресс». То есть никто не будет понимать, что вот в Казани зародился свой маркетплейс. В марте 2021 года молодой маркетплейс из Татарстана продал 30% акций своему прототипу. За счет инвестиций «Казань-экспресс» рассчитывал увеличить свое влияние на глобальном рынке, но что-то пошло не по плану. 25 октября «Алиэкспресс Россия» выкупила контрольный пакет акций и теперь может диктовать Казани свои условия. Приобретение контрольного пакета не дает абсолютно полного контроля над компанией. Дело в том, что для принятия стратегических решений, например, решения о ликвидации или организации, требуется не 50%, а 75% голосов на собрание акционеров. Но, тем не менее, текущий оперативный контроль будет осуществляться тем, кто владеет контрольным пакетом. Постепенно все бизнес-процессы «Казань-экспресс» будут подстраиваться под те стандарты, которые приняты на «Алиэкспресс». То есть, фактически, постепенно «Казань-экспресс» будет походить на филиал «Алиэкспресса». Пользователи также обращают внимание на удобство интерфейса интернет-магазина, наличие скидок в интересующие их категории товаров, качество продукции и историю, стоящую за брендом. И это сравнение не всегда в пользу гигантов рынка. Впервые я вообще услышал об «Казань-экспрессе», когда Рустам Наргалевич Мниханов на своей странице в Инстаграме публиковал эту историю о том, что казанские ребята создали нечто подобное «Алиэкспрессу». Буквально через день приходит уже товар. И в этом случае «Казань-экспресс», конечно, опережает «Алиэкспресс» во многом. Но по товару, конечно, «Алиэкспресс» отличается более обширным числом и наименованием. Формального слияния компаний может и не произойти, отмечает эксперт Казанского университета. Зачастую контролирующему лицу так даже удобнее. Но влияние внутренней политики «Алиэкспресс» на работу казанского филиала пользователи смогут заметить уже в ближайшем будущем. Арианна Кугушева, Фарид Захитаглы, Универньюз. Новые правила вознаграждений по авторскому праву в Казанском федеральном университете поощряют ученых монетизировать свои разработки. Так, 20% от суммы сделки достанутся команде или человеку, оказавшим посреднические услуги при продаже интеллектуальной собственности, а 40% – ее разработчикам. В случае выполнения этих двух условий сумма вознаграждения суммируется. Неправильная, нездоровая ситуация, когда ученые, имея идеи, которые они вырастили, находясь в стенах наших лабораторий, в стенах Казанского федерального университета, дальше несут ее в обход университета в различные венчурные фонды, пытаясь ее таким образом монетизировать. Здесь есть две проблемы. Во-первых, в консенчном итоге они, как правило, в 90% случаев не получают ничего по известным законам работы венчурного рынка. А во-вторых, само по себе это действие является незаконным. Мы здесь создали все условия для того, чтобы наши ученые, наши сотрудники могли реализовывать свои идеи и не только их реализовывать, но и монетизировать, получая дополнительный доход, ну и тем самым обеспечивая, скажем так, хорошую жизнь для себя и для своих близких. Закончился ремонт трубопровода горячего водоснабжения возле территории общежития номер 3, где с начала мая 2021-го произошел ряд аварий. О сроках возобновления водоснабжения в следующем сюжете. Закончились ремонтные работы после аварии на наружном трубопроводе горячего водоснабжения, которая произошла на территории общежития номер 3 в начале мая 2021 года. Вскоре выяснилось, что участок, где проходили трубы, был бесхозным. Прокуратура Советского района подтвердила этот факт. На какое-то время проблема оставалась открытой. Однако инициативу по решению сложившейся проблемы и спонсированию ремонтных работ взял на себя Казанский федеральный университет с целью обеспечить студентов, проживающих в общежитии, горячей водой. Проблема, мне кажется, в бытовом плане в том, что и не прибраться, и не помыть посуду, и не постираться. Вот такие вот моменты были не совсем удобные. Ну и само собой гигиена также страдала. Полного урегулирования этого вопроса действительно ждать очень долго. Поэтому в лице ректора Казанского университета Альшат Равкадыча было принято решение за счет средств университета восстановить эту трубу для того, чтобы у студентов была горячая вода. Также хочется отметить, что проблему пытались решить установкой бойлерной системы, чтобы хоть как-то сгладить ситуацию. Для решения вопроса, чтобы у студентов была горячая вода, было принято меры. Вот у нас здесь стоят 4 бойлера, 2 бойлера, значит, для душевой женский, 2 бойлер для душевой мужской. Они по 150 литров. Сейчас на территории общежития номер 3 Казанского федерального университета закончен демонтаж старого сообщения и проложена новая магистраль. Протяженность всего отрезка проведенных работ составила 142 метра. Помимо этого общежития, в дальнейшем вода будет подключена на улице Адели Кутуя в общежитии номер 6, а также на улице Красная позиция, корпус 6, Красная позиция 6, корпус 2 и Красная позиция 6, корпус 3. Это первое, второе и четвертое общежития. Амир Ахтямов, Ариадна Кугушева, Александр Кузнецов, Универньюз. Добровольческий центр Казанского федерального университета КФУ «Планета добрых людей» провел донорскую акцию в рамках проекта «Лайкодонор 2.0», который реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Ситуация с ковидом в России ухудшается. За сутки более тысячи смертей и 36 тысяч заразившихся. Подробнее о ситуации в стране и в Татарстане в нашем следующем сюжете. Наибольшее число новых случаев ковид-19 выявлено в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Пожилые люди остаются основной группой риска. В регионы было направлено более 5 миллионов тестов. На сегодняшний день их запас сформирован на 9 миллионов исследований. По эпид-ситуации за последние 6 дней мы видим непрерывный рост заболеваемости и по итогам прошедшей 42-й недели показатель составил 172,1 на 100 тысяч населения, что еще на 13,5% выше, чем на неделе предыдущей. В Татарстане же новый рекорд. За сутки зарегистрировано 176 новых случаев заражением ковид-19. Это максимальный суточный прирост за все время пандемии. В Казани власти отменили все общегородские мероприятия в ноябрьские праздники. Также ужесточатся проверки соблюдения масочного режима в трамваях и троллейбусах. Если пассажир откажется надевать средства индивидуальной защиты, то транспорт прекратит движение. Мы видим, что те регионы, которые ввели сегодня немедикаментозные меры сдерживания пандемии, в частности введения и QR-кодов, это позволяет в том числе и подталкивать пациента на скорейшее прохождение вакцинации. Уже ни у кого не вызывает сомнений, что заболевание коронавирусной инфекцией очень опасно не только для заболевшего, но и для его окружения. Поэтому каждому человеку необходимо соблюдать меры безопасности, среди которых одна из самых эффективных – это вакцинация. Вакцина должна защитить того, кто вакцинировался. Идея первая. И вторая идея – это создать ту прослойку населения, которое, по крайней мере, не будет переносчиками и болеть этим коронавирусом. Напоминаем, что бесплатно вакцинироваться теперь могут и иностранные студенты Казанского федерального университета. Записаться на вакцинацию можно по номеру 233-3-2-0. Надежда Мещерякова, Универньюз. На этом все. В студии была Алина Сафина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok